Всем привет! Вот и прошло уже почти 7 лет спустя выхода обновы 2.1, как вдруг роботоп утром 20 декабря выкладывает 2.2. Ради этого я даже ноут себе в школу взял, боясь, что её долго не будут пиратить, но нет. Я уже начал делать свой платформер в новой версии с крутыми триггерами, но дека я пока не завёлся. Что ж, подробнее о платформерах сегодня и пойдёт речь, а именно о их сложности. Начнём с того, что платформер всем поначалу не нравился, мол от отхождения от общей тематики игры, но когда все попробовали его, то сразу поняли, что были неправы. На GDPS и D3 тоже были уровни с платформером, но они были настолько однотипными и скучными, что я не захотел больше играть в эти уровни. К слову, это было где-то начало 22 года, но вот выходит обнова, и как вы думаете, насколько мне понравился этот режим? Естественно, очень. После однотипного собирания ключей и ловли неимоверного количества багов и вылитов, я обалдел от новых платформеров. И не только концепцией, но и сложностью. Дело в том, что если я захочу пройти Harder 6 звёзд в классическом режиме, то я это сделал минуту за 3-4. Но что же с платформерами? Платформеры это прохождение уровня по кусочкам, но эти кусочки не Harder 6, а уже могут потянуть на Изи или Medium Demon. Я это узнал, когда проходил свой первый платформер демон. Как вы думаете, смог ли я его пройти? Нет! Максимум, что я смог поставить, это примерно треть от этого уровня. А теперь угадайте сложность этого уровня, если мой Harder 6 звёзд в труинс и демон. И правильный ответ это Medium Demon. Я бы это оценил как Low Insane, на крайняк Hard Demon, но никак не Medium Demon. Я могу пройти в обычном режиме Medium Demon за минут 10-20, но платформер не будет щитить тебя. Он сожрёт всё твоё время ради 10 лун и 500 орбов, даже если ты имеешь скилл на уровне Low Extreme. Но зато есть и преимущества, так как здесь можно двигаться в разные стороны, то можно воплотить больше идей в платформер. Например, как вот этот парт в уровне Раптопа и вот этот боссфайт. Я вижу будущие уровни, как уровни в упорный декор и эффекты, ведь рано или поздно оригинально закончатся и опять начнётся прогресс в дизайне. В заключении хочу сказать, что платформер это довольно интересный и фановый режим, если мы говорим про всякие хардеры. А так, это сплошной челлендж с применением новых концепций и возможного сюжета. Я думаю, что все мы в конечном итоге привыкнем к физике платформера, и тогда мы сможем увидеть в топе очень сложные уровни, а креативность и скиллы креаторов будет расти и расти. Вот такое видео про платформер получилось. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на телегу, авио.